Ну что это за скалолаз маленький? Я тогда пойду без вас купаться. Сиропашка написал, а что у вас тут за обстановка с комарами? Не сильно? Я говорю, ну как, они есть, но беспокоят нас в принципе мало. Больше беспокоят змеи, скорпионы, бродячие собаки, крысы. Пошутил так пошутил. Он говорит, это шутка, а то Лиля уже ехать не хочет. Костя, зачем ты так шутишь? Что-то они никак не доедут. Я переживаю, что они в пробку, наверное, попали, а уже жарко. Уже дело к 11 часам, у них кондиционера нет в машине. Я реально переживаю, как они доберутся. Залезла, да. Доча, пойдем купаться. Высоко. Водичка сегодня действительно чудесная. Вообще не холодная. А нас узнала девочка Тая. Тая, и Лиса уже ее позвала гулять. Сразу же. Тая, я копаю. Тая, я копаю. Сразу начинает общаться уже. Так, как будто всю жизнь знала. Алис, тяжелая. Нет. Нет? Тяжелая. Она малюсенькая. Малюсенькая. Ох, и песок здесь горячий становится. Правда, сильно горячий песок? Да. Аж прям ноги сжет. Какой замок получился. Какой замок получился. Пошли замок, правда, построим. Вот там, возле водички. О, вот и дядя. Там уже прикольно. Да. Это ты? Нет. Это кто-то у кого-то в тапочке. Это же камень? Это не камень. Это из песка слепили плюшку, и в нее повтыкали. Костя, говорит, камни прикольные. Здрасте, дама. Смотрите, ваша внучка там фотографируется. Алиса пошла купаться с дядей. Ой, доплыла до кораблика. Садись. Все, с новой подружкой. Сейчас еще Златочка приедет, присоединится. Будет веселая компания. Что там? Сломалось. Порвался он, да? А, да, порвался. Ну, ничего. Да, знаешь, ребенку видеоблогеров, друзей находить легко. Приходит, говорит, Алиса, я знаю, я ее смотрю. Хорошая, да, вода? Хорошая, вообще, вылазит меня. Да, классная. Не, слишком теплая, Николай, ты не надо. Когда же приедут уже наши. А, я думала тебе, Костя, под ножку поставил. А думала, поприкалывался. Единственное, на весь пляж камень остался, а я ради его ромкинулся. Ну, у меня тоже такое было коленом. Очень долго не заживало, помнишь? Ой, 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 как старается плыть, Алиска. Наш дом. Давно его с этого ракурса вам не показывала. Осталось нам тут 22 августа. Уже не так уж и много. По сравнению с тем, что было все лето впереди, сейчас уже получается меньше трех недель. Да, камень тут хороший, я сейчас тоже на него наткнулась. Его, наверное, надо как-то выкопать и убрать отсюда, потому что тут и дети наткнутся могут, маленький. Огромный камень. Вылезли из моря, готовимся встречать. Катя, смотрите, из бутерброда в розу сделала. У нас Катя оформляет стол, видите, как красиво. Вот, будем встречать такой розой. Ну, чем богаты, тем мы рады. Как можем, так и встречаем. Сока купили опять. Прошу, хороший, Прошу, попшикали. Да, жара начинается. Знаете, я собираюсь его выпустить, полетать. Я не знаю, хорошая ли это идея, но уже пора. То есть он уже все сроки прошли по адаптации. И можно пробовать. Да, Прошенька? Или семь, мне нравится семь. В общем, мы за разговорами ждем, а Костя уже пошел встречать. Они позвонили, что уже у воинской части. Так что я тоже пойду выйду на улицу. Нормально? Так? Да. Можно так выйти? А Костя как раз тут гулял с Алиской. Я думаю, что он пошел к шлагбауму, чтобы они знали, как ехать. А, вон спускается с Алиской на плечах. И где же Паша? А где же Паша? Не пускали его. А, не пускали? На шлагбауме? На шлагбауме. Я понял. Ура, прибыли. Алиса, кто приехал? Кто там? Кто там? Злата приехала. Лиля приехала. Дядя Паша. Тетя Оля. Идем встречать? Идем встречать. Привет. Показались пока, разгружайтесь. Да, а потом скажут, куда. Привет. А потом, смотри, стоянка, вон, видишь, на стену машина стоит. Ага. Можно там, а основная стоянка, она дальше, вот налево, оттуда, прямо. И там уже большая стоянка на машине. Но это сейчас свободно. Здесь можно быть, да? Той не будет, мужичок на нас рвать. Нет. Привет, домининец. Привет. Подарки будем дарить. Сейчас только разберемся. Здравствуйте. Привет. Привет, боже, мокрый, бедный. О, жарко. Мы переживали уже за вас, что вы без кондиционера. Попали какие-то пробки. Там авария на аваре. Вот такое бывает, да. Ужас. Дороги ремонтируют. Так, смотрите, давайте, наверное, я вам сразу покажу, вы выберете домик, Банаде сейчас тоже будет. Там два на выбор есть. Вниз. Так, то машину закрыть надо, да? Да нет, Костя тут постоит. А, ты здесь уже? Сейчас сбегаем, просто посмотрим и вернемся к нам. Чтобы... Привет. Чтобы Надя знала, куда переселиться. Я понял. У нас еще и выбор есть, ничего себе. Да, мы вам выбор оставили. Вот это мы обнаглели. Еще выбрать будем. Мы вам выбор. Да и Надя сказала, пусть выбирают, какой ей все равно. Они, в принципе, почти одинаковые. А они сейчас с вами, да, живут? Да, но они сегодня переезжают. Да, Надя. Сейчас распродушечку, тогда еще дам белье на распродушечку. Там душ, туалет и... Посмотрите, душ, туалет, все, посмотрите. Вот тут зажигается. Мы чайник не могли поставить, обычный электрочайник. Ну так и бутербанду там, да, да. Слушай, дай здесь хорошо. Да. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Красота. Та-та-та-та. Подарков ленты. Сейчас тоже лучшие игрушки у Алисы. Да. Давай, вот такая и тенишка. Книшка. Давай, почитаем. Давай, почитаем. Говорю, покажи что-то интересное, Злате. Алиса принесла книжки. Давай одну, Злате, одну тебе, да? Или вы вместе? Зелон огромный, большой, маленький, а мышка маленькая. Маленькая. А какая змея длинная, короткая? Змея длинная, шипит, да. Длинная змея. А червячок короткий. А вот и Костя. Да. Глобальное переселение сегодня. Вот ваши соседи. Вы знакомы. Привет. Здравствуйте. Меня Костя зовут. Его хорошие. Вы это? Там можно читать. Тебе тут нравится комната? Да. Она побольше, чем там у нас дома, да? Ну, как, я не сказал. Ну, хотя, может быть. Не, побольше, чем-то, Настина. А пойдем к купальнику. Тут и интернет есть, кстати. Осторожно, Алисочка. Мы с Алисочкой идем на камушки. Там сейчас отдыхают дядя Паша, Петя Оля, Злата, Илья. Идем, Алисочка? Идем. Купальничек. Давай, давай наденем ботиночки. Иди сюда. Давай, кроксы наденем. Садись. Алисочка, куда мы идем? На камушки. На камушки? А кто нас там ждет? Там у нас дядя Паша. Дядя Паша? Идем. Идем. Вас можно снимать? А? Вас можно снимать? Да, запросто. Да. Можешь снять, смотри, как я. Волной меня отдало. Капец. Прогулялся. Это там, да? Это там на камнях, да? Нет, вот хотели мы здесь пройти. Пешком туда, а там как, дало волной-то. Кто такой мокрый? Лисенок. Лисенок, а лисенок. Ты выспался? Да. Смотри, что мы вышли. Ну, таких камней много. Мне так понравилось. Такие правильные формы. Такое может быть? Это море такое сделало, да? Да. Класс. Я думал, это пемза. Классно. С ракушек, да? Это ракушки прессованные. Ракушки прессованные. Да. Класс, ты ведешь. Классно. Классно. Лайки дай. Камушек, смотри, какой красивый, да? Что им делать будем? Заберем с собой. Да? Заберем с собой. Костюм. Что это такой костюм красивый? Оли, где такой костюмчик красивый? Да, да. Какая кофточка. Париж. Ты в Париж поедешь. Давай меня. Смотри, у меня красивее. Ты мне вот эти отдашь, или я тебе эти. Давай меня. Давай. Давай мне тоже. Не, дома поменяемся. Хорошо. Давай дома поменяемся. А то здесь грязно. Дома поменяемся. Все, договорились. Злата вообще вся мокрая. А ты, Наша, купайся. Можно мы в бассейне? Наша, давай. Можно мы в бассейне? Наша, посмотри. Это все, наверное. Все, наверное. Завтра, давай завтра. Добрый. Сейчас, Наши, скажи. Лысик, по волнах. Привет. Даша. Смотри, Саня. А я тебя. Даша, я тебя съем и сейчас. Съешь Дашу? Даша, я тебя съем и сейчас. Съешь Дашу? А, где Даша? Где Даша? А я должен в бассейне купаться. Мы же только что с моря вышли, Алисочка. Я тебе предлагала пойти в бассейн. А я должен купаться в бассейне. Давай уже завтра. Нет! Не легче, да! Вода немножко прохладная. Прохладная? Да, если не шевелится. Ну, тогда точно. Ну, да, холодная. В море даже, по-моему, чуть-чуть. На кораблике хочу плавать. Мы же только что плавали на кораблике. Почему? Давай завтра. В общем, уговорила меня Алиса. Мы сейчас идем возьмем круг и купальник. Она там с Дашей немного поплавает. Я ее доберу. Ну, и полотенце. Паруки и змеи. Змеи здесь? Змеи там были. Она просто может прямо сейчас передумать, потому что там она Даши увидела и ей так резко захотелось. Алис, мы идем в бассейн? Нет! Нет, не идем купаться с Дашей? Не идем! Ох, ладно. Вот таки, Дите. Папа сейчас поехал в магазин, в Ашан. И не только, я так понимаю, он еще там зайдет в ресторанчик, купит суши. Куда ты смотришь? Кто там? Там черепаха. Там черепаха? Привет! Привет! Скажи привет всем. Скажи привет! Ой, все. Что там ты показываешь? Кораблик. Кораблик? Да, ага. Мы накрываем стол. Костя купил скатерть и две. Вот, мы сейчас ждем Пашу с семьей. Они будут поздравлять Алису, потом мы посидим, и потом будет сказка. Да, Алиска? Ура, скажи, к нам приехали наши родственники. Да, приехали наши родственники. Алиса так ждала, да? Это Злата Лиля? Да. И кто пришел к нам? Это Злата пришел. Это Злата. Ты что, волосы покрасила? Да. Ну что? У кого день рождения было недавно? Так. Можно садиться? Да? Алиса, иди к дяде Пашу. Иди сюда. Иди подойду. Ой, пойди. Иди к дяде Пашу. Вот, смотри, какой красивый. Так он нам понравился. Видишь, какой красивый? А, еще подарки есть. С грибом. А там еще подарки. Алисочка, ну не стесняйся. Иди с ней, Кость. Алиса, вот у тебя лисенок. Вот у тебя лисенок появился. Да? Да. Да. Лисенок, давай. Так, ну, и сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Что это за девочка такая? Ух ты. Кто это такая? Кто это такая? Это ты? Это Злата? Это Злата? Это Злата? Алиса. Это Алисочка. Не разобьешь? Держи крепко. Смотри, тут написано с днем рождения Алиса. И твоя фотография. Видишь? Скажи спасибо. Спасибо. А у тебя? Тебе костюмчик. Надо померить, должен подойти там. Он понравился тоже. Давай посмотрим. Костюмчик. Что у нас здесь? Смотри, какая у тебя будет кофта. Ух ты, какой костюмчик. Смотри, с медведем. Футболочка у тебя будет такая с медведем. И что там, Злата? И что-то еще там будет. И штанишки. И штаны. Как раз, если они сейчас длинные будут, ничего. Все, будешь как раз заниматься. А подсъемок? Иди поцелуй. Поцелуй. Дядьку поцелуй. На, давай. Так, но у нас-то тоже для Лили и Злата висит подарочек. Я тебе хотел его забрать. Подожди, пишу завтра, что люди сказать. Кто не течет, кто не работает, кто там и нест. Кто, на день и не морозится. Давай, 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 давай. Ты прощай. Лиля, мы тебя тоже поздравляем с прошедшим днем рождения. И еще для тебя есть такое платьице. Держи. Держи вот это платьице первое, бери. Злата, а это тебе? Смотри, какая шляпка. Ну все, вкрадут невесту. Давай сейчас, можно там на втором этаже надеть, там никого нет. Давай, я тебя обниму. Мы тоже не были на твоем дне рождения. Спасибо. У нас как будто тоже дне рождения. Но у Лили тоже прошло, а как же. Блин, классно. А Злата пока так. У Лили такой подарок вы подарили, что и мы пристроились на подарок. Ну да, Костя отдых на море подарил Лили. У Лили такой дорогой подарок вышел. Ну, Лиля тоже дорогая у нас, правильно? Смотрите, как Катя выложила голубику с бананом. Блин, красиво. И клубнику с голубикой. Очень красиво. А Катя нарезает ананасик. Лили очень-очень красиво в платье. Супер. Даша в любимом костюме. А Алиса что-то тут хулиганит, да? Что тут хулиганишь? Кто это? Кто это? Нам сказку делают. Нам сказку делают. Да, будем сегодня сказку опять смотреть. Нас тут устанавливают уже оборудование. Будет новая сказка сегодня. Ой, красиво, папа. Это шарфик. Это шарфик с игрушечного мишки. Все примеряет на папу. Сказка. Сказка. Придет сказочник. Да? Тоже очень красиво нарезала. Катя, у тебя какой-то скрытый талант к сервировке стола. Покраснела. Без работы мы не останемся. Мама, я покраснела. И ты покраснела, да? Ты сервируешь, я подъедаю. И все хорошо. Папу покраснел. А, ну папа, да. Папа вот покраснел, да. Почему-то. Ну что, мы перекусили. Мы уже готовы смотреть сказку. Братья болтают. Да, туалет типа сортил на улице. Хорошие разговоры. На улице, и куча семейничек. Это о чем? Когда первый раз на море поехали, когда с Егоровым. А, я понял. Вы без меня тогда ездили. Мы ездили с семьей, и мы поехали через какую-то дорогу, и папа едет 2 метра. Все, выходите. Мы все выходим из машины в яму, проезжает. Только сели, опять чуть-чуть проехал совсем буквально. И один раз мы вышли, а там змея была на дороге. Это было так страшно. Ну, я не помню змею, но я помню... Там были такие ямы, уже утонуть можно, если дождь пойдет. Из машины в машину, с Чита пешком легче дойти можно. Спасибо. Там Николаевская область в Восьминской знаменитой. Так, ждем сказку, в общем. Уже вот-вот она начнется. Мама, сейчас придет. Смотри, вон она идет. С шариком. С шариком. С шариком. С шариком идет. Снова мы в гостях. А я живу китнику. Сказки. Ну что, приготовьте... Приготовьте дети ушки. Приготовьтесь гости слушать. Ходит сказка в светлый дом и расскажет... По-моему, у вас есть кошка-батон. Кот. Да. Кот-батон. Забрались поспешно звери. Вышли все благополучно, но... Но в распахнутые двери Ворвался сквозняк беззвучно. Погулял он по квартире, резав форточку. Открыл тут же свечи с пианино. Мигом на пол повалил. Покатилась по ковру. Штором без разбору поджигала все подряд. С зазорством, с задором. Звери, весело прощаясь, Вдруг почуяв запах гари, Повернувшись дружно к дому, В окнах пламя увидали. Сука, я седом не хочет. Что же делать, как же быть, Как пожар нам потушить. А ну, малыши, подсказывайте, Чем можно тушить пожар? Блинами, пирогами. И блинами, пирогами, и сушенными грибами. Ну, а на самом деле? Пеной. Пеной. А чем еще? Огнетушитель. Песком. А чем еще? Водой. Водой, молодцы, море рядом. Слушайте. Ну, а если все-таки пожар большой, По какому телефону нужно позвонить? Пожар. А, стоп, стоп, я детей спрашиваю. По какому? Вы знаете номер пожара? Один. Первая цифра какая? Один. Один. Так. А вторая? Нуль. Нуль. Так. И что же ну будет? Так. Я как цифра? Сто один. Сто один. А на английском? One hundred one. One hundred one. Ну, а ну-ка все вместе давайте повторим. И сто один. Или на английском? One hundred one. Ну что? Если пожарный, надо звонить сто один. Что там дальше происходит? Ну, готовы? Да. Кошка тянется в карман. Телефон скорее достать. Нажимает сто один. Так пожарных можно назвать? Помогите. Я в беде. Просит. Уморяет. Мой любимый дом горит. Пепли утопая. Поднялся огонь до крыши. Грохот. Треск звучит кругом. Поднимает пламя ветер. Погибает кошкин дом. Пожарные примчались. Быстро релкова достали. Стали пеной поливать, чтобы огонь одолевать. Долго. Долго поливали. Стало пламя потухать. Только домом то едва ли можно те остануться. Кошки звать. Посочувствовали гостю. Пожелали кошке сил. Но домой к себе погреться уж никто не пригласил. Разбежались и соседи. Вот беда. Вот мне ободнос. Но никто из них хозяйки даже пледа не принес. Больше нет у кошки дома. Стало место незнакомо. Бедная кошечка, да? Негде жить ей теперь. Потеряв всю веру в дружбу, Обечалена, разбита, Кошка наша замерзая, В путь пустилась, что знаком. И надеждой греет душу, Бросив в прошлом свой дворец, Что в одной простой хибарге Примет старенький... Кот-батон. Отец. Вот видите, взрослые дети, Каким все-таки нужно быть аккуратным И внимательным с огнем. Ну что, а мне пора Рассказывать эту грустную историю Про кошку, Которая получила Новый дом. До свидания, друзья. Кто постучал? Подождите, это здесь? Тише, тише, тише. Спокойно, спокойно. А, ну... А, вот. Ну? Опа. Куда? Что куда? Не понял. Здрасте. Ну, здрасте. Ну, что хочешь? А закрепить? Что закрепить? Правила пограбной безопасности. Закрепить-то надо. Кошмар. Да я не знаю ни одних правил пожар. Я... Я не знаю, что все, ребята, вам рассказал. Да я же вам все... И все, ребята, напомнили. Хорошо. Но нужно проверить. Хорошо, хорошо. Ну, с чего мне начать? Ну, начни со знака пожарной безопасности. Кошмар какой-то. Да я не знаю ни одного знака больше. Да. Какая ситуация. Хотя... Хотя... Когда я тут бегал по куреням, мне почудилось. И я увидел вот такой знак. Что он обозначает? Я в этом все идет. Агне тушить. Правильно. Слушайте. Дальше я подбежал к вашему дому и увидел вот такой знак. Что он обозначает? Шланг. А? Батарея. Батарея. Пожарный шланг. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Вот. Забор. Забор. Ну, молодцы. Вы прекрасно все знаете, знаете. Ну, иду я дальше к вашему дому и вижу еще один фотоаппарат. Что он обозначает? Не можно... Нельзя зажигать огонь. И когда ты хочешь. Молодцы. Так, дальше. Нельзя пить алкоголь. Дальше. А этот человек откуда бежит? Беги отсюда. Беги из дома. Беги из дома. У него нервы сдали? Это выход показывает. Забыл что-то дома. Забыл что-то дома? Ну, давайте похлопаем. Ну, как же мы хорошо знаем всех. Беги пожарный. А ну, вот этот знак. А вот этот? Молния убьет. 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 В ближайшее время будет гроза. Ну, все. Ну, давай. Ну, вы же прекрасно знаете все. Знать и пожарный безопасно. Слушай. А давайте тогда, если вы так это все хорошо знаете, проверим ситуации. Договорились? Я вам буду показывать ситуации. А вы, к примеру, если вы видите, что ситуация пожароопасная, вы все вместе дружно хлопаете. Хорошо? Договорились? А если ситуация не пожароопасная, вы все вместе дружно смеетесь. А ну, засмейтесь. А ну, послушайте. А ну, захлопайте. А теперь засмейтесь. Ну что, давайте проверим ситуацию. Итак, первая ситуация. Правильно, молодцы. Какие прекрасные аплодисменты. А чем эта ситуация опасна? Будет пожар. Улина выключила с розеткой. И что может случиться? Позарить. Выгореть все может. Да, молодцы. И следующая ситуация у нас. Ну нельзя смеяться над людьми, которые читают. Они могут забыть, что они читали. Ну вы правильно, вы молодцы. А можно я вам поаплодирую? Вы прекрасно знаете. Итак, что у нас дальше? Какая ситуация? Она еще и моет посуду. Так что, злобуем или смеемся? Смеемся. Смеемся? Скажите, а вы своим мамам и папам помогаете мыть посуду? Молодцы. Обязательно помогайте, потому что они уставшие, приходят с работы, им нужно отдохнуть. Ну, смотрим дальше. Какая ситуация? Огоньок. Огоньок может весь загореть. Никто не засмирялся. Ну молодцы. Мама, смотри. А почему эта ситуация опасная? Да, она отключится пожар. Это костер. Огоньок, они не загорелся. И цель, по-моему, может идти по траве и все загорится. Совершенно верно. Ну, баритонный смех говорит, что ситуация вообще не опасна. Да, молодцы. Эта ситуация... А чем она опасна? Он, наверное, включил поветон. Ну, да. Одна плита нету, не третяло. Возле занавесок, да, наверное. А что может загореться? Шторы. Занавески. Да, молодцы. Могут загореться занавески. Быстро гореть. Ну что, вы были большие молодцы. Устали? Нет. Не устали? Нет. Слушайте, а давайте прогуляемся по Одессе. А, вы любите Одессу? На ваших яхтах. А? Нет, мы... А знаете, с кем мы прогуляемся? Мы сейчас прогуляемся с котиком... С батоном. Давайте. Он уже в городе. Давайте за ним пойдем и посмотрим, если мы увидим, что где-нибудь в городе, если возникает пожар, если сильный пожар, мы все вместе дружно кричим 101. А если небольшой пожар, мы тушим его самостоятельно. Вы уже говорили, чем? Водой? Беском. Пеной. Ну что? Батон! Вперед! Вперед! Поехали! Идем с батоном по Одессе. По какой улице? По Дерибасовской. Ну, выходим на Дерибасовскую. И что у нас на Дерибасовской? Сильный огонь! Сильный огонь! Давайте все вместе и... 101! 101! И... 101! 101! 101! Стоп! Тише! Мы только что своими руками вызвали пожарную машину! Давайте же похлопаем! Ну, мы же большие молодцы! Так, у телефона у всех есть. Ну, идем дальше гулять. Батон, веди нас! Следующая какая улица у нас? Поднись всем. Лонжероновская. Сразу после Дерибасовской идет улица Лонжероновская. Идем по Лонжероновской. Аккуратнее смотрим на пейзажи. Так, идем, идем, идем. Батон, веди нас! Идем! Гуляем мы с... Гуляем мы с кодом! Гуляем мы с кодом! Гуляем мы с кодом! Гуляем мы с кодом! Что будем делать? Большой или небольшой пожар? Давайте попробуем потушить его самостоятельно. А ну, взяли в руки... Вилки и песок. И давайте все вместе дружно тушим. Ага, тушим. Сильнее, сильнее. Вот, молодцы. Так. Вот. Сильнее, сильнее. Вилочками. Так. Вот, 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 вот. Получше. И вот. Ух. Все потушили. Давайте похлопаем. Слушайте, не вы были. Большие молодцы. И потом, веди нас на какую следующую улицу? Приморский бульвар. Приморский бульвар. Батон знает эту улицу очень хорошо. Идем, гуляем мы с котом. Гуляем мы с котом. Я же самым дошел поставил. Так. Да. Гуляем мы с котом. Гуляем мы с котом. А вот у нас, по-моему, сейчас будет, мне кажется, Потемкинская лестница. А точнее, что? Потемкинский мостик. А жар. И он горит. Что будем делать? А рядом водоем и море. Батон, 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 батон. Стой один. Стой один. Давайте водой. Давайте. Взяли в руки воду и все вместе дружно. И тушим. Опа. У нас уже пахнет, уже пахнет пирожками. Давайте все вместе дружно постучим бабушке. Бабушка, бабушка, выходи. Да мы к тебе приехали. Стоп. Стоп. А это у нас что? Что будем делать? Тушить. А что у нас больше всего в деревне? Коров. С земли. Ну. Ну, взяли лопаты и кидаем мимо коров. Ну. Кидаем, кидаем, кидаем. Вот, молодцы. Да, чтобы не задеть корову. С землей тушим, да? Подошла к концу бассейна. Что ж такое? Подожди. Ну. Ну. А в загадке ты загадывал? Кошмар. Так, загадайте. Ребята, очень инотеленные. Да я не знаю, я просто. Где? Ну что, Алисенька? Ну что? Все. Сказочник ушел в спадке. А не галенький, казаховый, галенький. За руку бежал. Понравилось тебе? Да, прикольно. Видимо, знаты. А ну, то и значок, який нам показывали. А еще билетик с колобка-колобок. Да, сказочник нам еще колобка покажет. Другой раз. Мы уже спать. Мама, другой спать. Дед попросил. Мама, дырка колобка. Баба по соседу подмела. По соседу? Да, он там. Шусть таке. Шусть таке. Мама, я хочу ему взять колобок-колобок. Я тебе съем. А тебя тоже, да, сыграли. Не лезь меня, зальчик. Не лезь меня, зальчик. Я тебе песенку спою, я голобок-колобок. А что, смешу, каи? Ну, ага. Распаточки. Мама. Да, думаю, нет. Мама, из глазничек и хочет спать. Да, сказочник спать идет. Уже ночь наступит. Знаете, ночью очень бурово. Это не страшно. Кстати, рядом есть раскладушки, там где забрать, там можно посидеть. Там и в море. Шезлонги. Пойдем и мы спать. Мама, свечка упала и будет божон. Да. Поэтому надо смотреть, чтобы свечки не падали. Мама, свечка упала и будет божон. Алиса, все поняла, все сказку. На тебе орешек вкусный. О, Батон пришел. Батон, ты прозевал сказку? Лицо гулял, швозь, здесь на Европе. Батон, ты что такой черный, тушил пожар? Я на лягах поднялся, Батон занимался своим любимым делом. Стол? Батон, мы сгорели пожар. Батон видел пожар, да? Мама увидела пожару, Матушечка его пожару. Матушечка его пожар. Ой, не хочется рук сглазить. Ты подписаешь что-нибудь, да? Да, ручная папина точно. Слишком упала и будет божон. Свечка упала. Я же так понял, что его в ней тюрьмату надо создавать. А ну, работа сейчас начинается, а не только в тюрьмах. Да, как Валя на Реш. Идем и не спят, а сейчас с ним не работает. Ну, или за навеску. Папа мешает, кашку мешает, деду камеру. Это не мудала, это не мудала, это не мудала. И это мудала. Кашку варили? Да, да. А шоколадку надо потом кушать, да? Сначала кашу. Сначала кашу. А потом спать. А потом нет. А потом шоколадную шоколадку. Шоколадную шоколадку? Потом шоколадку, потом купаться, да, и спать. Кашку, шоколадку, купаться и спать. С дядей Пашей шоколадкой поделимся. Посидим. Посидим? Дядей Пашей шоколадку дашь? Дашь. Дашь? Поделишься? Договорилась. Дядя Паша с крыши. Открыть тебе? Будешь делиться? Открыть. Делиться. Давай делись. Дядя Пашей шоколадку дашь 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 шоколадку даш